Хороший, плохой и злой. 25 ноября 2019 года, 18.53. Геворг Мерзаян. Политолог, журналист, доцент Департамента политологии и финансового университета при правительстве РФ. Украинские политики продолжают стучаться в двери НАТО. Причем они якобы не попрошайничают, а уверяют, что это вступление нужно не только Украине, но и Альянсу. По словам бывшего президента страны Петра Порошенко, Европа не может быть в безопасности без Украины как члена НАТО. И, уверен Петр Алексеевич, за последние пять лет европейцы начали понимать, что, инвестируя в безопасность Украины, они инвестируют и в собственную безопасность. Также по теме. Не хотим конфликта или войны, советник Трампа рассказал о нежелании НАТО противостоять России из-за Украины. Запад не заинтересован в возникновении конфликта с Россией, заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт Абрайен. Сложно понять, о какой Европе он говорил. Если о Восточной, то да, страны Балтии уверены, что Украина является их счетом против агрессивной России, однако денег на инвестиции в украинскую обороноспособность у этих стран нет. Если он говорил о Западной, у которой деньги есть, то там предпочитают уже искать иные, более эффективные варианты инвестиций в безопасность. Например, активно вкладываются в нормализацию отношений с Москвой. Долгое время в Киеве надеялись на то, что упорство Западной Европы будет пробито Вашингтоном. Что американская администрация, долгое время выступавшая за включение Украины в Альянс, им поможет. Однако сейчас уже и американские чиновники говорят о том, что помощи ждать не стоит. Советник Трампа по национальной безопасности Роберт Абрайен, выступавший 23 сентября на конференции в Галифаксе, там же, где Порошенко обещал о том, что НАТО без Украины не справится, прямым текстом заявил, что Альянс не заинтересован во включении Украины в свои тесные ряды. Причина – недовольство этим включением со стороны России. И позиция Запада вполне логична, даже само начало процесса вступления Украины в НАТО вызовет крайне резкую реакцию Москвы. И даже если удастся уговорить, убедить или заставить воздержаться от резких шагов, то после вступления Киева в Альянс война НАТО с Москвой становится практически неизбежной. Страны Запада и Украина считают Донбасс и Крым частью украинской территории, а значит, должны предпринять шаги по освобождению оккупированной земли страны, члена Альянса от войск агрессора. Если же в Брюсселе и Вашингтоне будут мяться, Киев может их подтолкнуть к правильному решению, например, напасть на тот же Крым. После чего партнеры по НАТО будут просто вынуждены отправить войска на помощь союзнику, обороняющему свою территорию, ну или публично расписаться в том, что НАТО больше не работает. Вот в Европе и даже в США не понимают, зачем добровольно загонят себя в такую крайне неприятную дилемму. Конечно, Запад может и передумать, однако для этого должны измениться вводные. В целом на сегодняшний день есть лишь три варианта вступления Украины в НАТО. Условный хороший, плохой и злой. Хороший, по согласованию с Россией. Добровольный, в рамках сделки или же совместного вступления Москвы и Киева в модифицированное НАТО, которое станет по-настоящему общевропейской системой коллективной безопасности. Подобный сценарий был бы настоящим благом для коллективного Запада, частью которого Россия была все последние столетия, и даже имел шансы на реализацию в начале нулевых. Однако сейчас он маловероятен. Плохой, после отказа Украины от Крыма и Донбасса. В этом случае будет снята хотя бы часть рисков от вступления, то есть стопроцентная вероятность начала войны Альянса с Россией за украинские территории. Однако этот сценарий неприемлем для Украины, поскольку он лишает смысла само вступление. Путин назвал российскую угрозу выдумкой. Все прекрасно понимают, что Россия не собирается ни на кого нападать, а российская угроза является выдумкой. Об этом в ходе форума. Наконец, ужасный. Это скатывание мира к Третьей мировой. Интеграция Украины в НАТО без согласия РФ и отказа от претензий на Крым и Донбасс возможно лишь при одном сценарии, если Альянс считает Россию главной угрозой, а войну с Москвой – объективной неизбежностью. В этом случае Украина будет рассматриваться как передовая этой войны, передовая, которую нужно укреплять и защищать. А не скармливать неизбежному агрессору для того, чтобы он, усилившись, потом потребовал скормить новую, более западную передовую. К счастью, на сегодняшний день этот сценарий является самым маловероятным из всех трех. Заявления отдельных политиков о необходимости защищаться от агрессивной путинской России являются либо проявлениями необоснованных фобий, либо циничным расчетом консолидировать Альянс за счет призрака российской угрозы. И эти заявления с каждым годом выглядят все более оторванными от реальности, что признают и сами лидеры стран Европы. Например, тот же Эммануэль Макрон, выступающий не только за нормализацию отношений с Москвой, но и за учет ее страхов относительно Запада. Что же касается Украины, то Запад ей может предложить в лучшем случае некую сублимацию членства, то есть просто постоять рядом с тесными натовскими рядами. И в Киеве готовы постоять. А вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба предлагает Альянсу перейти на новый уровень сотрудничества и предоставить Киеву статус участника партнерства расширенных возможностей. Этот статус расширяет сотрудничество в области разведки, дает стране право принимать участие в различных мероприятиях под эгидой Альянса, в общем, создает иллюзии того, что Украина сделает еще один шаг на пути к вступлению. Однако украинские чиновники четко позиционируют это постоять с НАТО как настоящий шаг к полному членству. В России такое восприятие вызывает улыбку. Отечественные политики уже предлагают Киеву признать объективную реальность и начать жить своим умом. Однако Украина, точнее, часть ее элиты, и живет. Для этой части смысл существования украинской государственности не в том, чтобы обеспечить безопасность и развитие для населения страны, а в том, чтобы превратить молодое государство в успешный антироссийский проект, цивилизационная миссия которого – быть острием копья, нищетом, это менее престижно, накладно и не так интересно, а все-таки именно острием копья коллективного Запада, направленного в сердце ордынской России. Отказаться от этой миссии они не могут, поэтому продолжат стучать головами, не своими, естественно, а украинского населения – в закрытую Натовскую дверь. Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.